Я вам на всех парад! Здравствуйте, здравствуйте, люди славные города Канска! Поздравляю вас с Новым годом! Море улыбок, смеха и веселья. Именно так можно описать пятничный вечер. До центральной площади собрались сотни горожан, чтобы зарядиться праздничным настроением. И стоит отметить, что это у них получилось. Тем более программа для жителей была по-настоящему интересной и разнообразной. Чего только стоит интерактивный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы города. А по всей площади были раскинуты интерактивные площадки от разных учреждений Канска. Например, возле Краеведческого музея всем желающим предлагали поиграть в снежный тир. А внутри здания была подготовлена настоящая программа. Здесь у нас теплая площадка. У нас живая музыка, две музыкальные школы играют. Можно разучить песню, они нам будут аккомпанировать. А здесь можно пофотографироваться. И еще в одном зале у нас игры с бабой Игой. Особое внимание гостей праздника привлекла площадка от управления образования под названием «Найди матрешку». Она состояла сразу из пяти этапов. И по итогам успешного прохождения каждого из них участники получали призы. На каждой станции есть свои задания. Вот у нас на этой станции есть станция флешмоб, там танцуют. Есть станция задавалки-отгадалки. Есть станция народной танцы. И в конце, если проходит человек, то в конце выигрывает приз, матрешку. Конечно, лучшая похвала для организаторов – это хорошее настроение гостей праздника. Как отмечали жители, им все понравилось. И благодаря открытию они зарядились новогодним настроением минимум на целую неделю. Настроение есть, концерт хороший, праздник хороший. Всегда новогодний праздник приносит впечатление хорошее, радостное, веселье. Замечательно, весело. Что может быть нравится, есть ли настроение новое? Погода рада. Очень настроение хорошее, замечательно. Все прекрасно. Молодцы ребята, все хорошо. Все здорово, молодцы, что люди пришли, погода хорошая. Тепло. Живу рядом с домом, почему бы не прийти. Классное настроение новогоднее, все здорово. Конечно, отдельно жители отметили и то, что новогодняя елка вернулась на свое старое и любимое многим место – площадь имени Коростелева. В этом году было принято решение поставить елку на центральной площади. Во-первых, очень много было предложений от наших горожан, что все-таки елка, когда стоит на площади, люди едут в автобусе, новогоднее настроение продолжается практически целый месяц. Поэтому принято решение, и наша новогодняя красавица снова на старом месте. Естественно, праздничная программа не обошлась без поздравлений первых лиц города. Но в этом году жители поздравили с Новым годом не только глава Каннска Андрей Береснев и председатель городского совета депутатов Владимир Поляков, но и депутат Государственной Думы Юрий Швыткин. Большие души хочется мне пожелать вам, чтобы в этот праздник встретили семейный круг, кругу родных, близких. И, наверное, в некоторую степень вернуться в то маленькое наше детство и пожелать, загадать то желание, которое, уверен, обязательно сбудется. Жители разных районов города ждут праздники и на этой неделе. 27 декабря состоится театрализованное представление, приуроченное к открытию елки у молодежного центра. А 29 декабря всех желающих ждут в микрорайоне Солнечный и микрорайоне Северный, где также состоится открытие новогодней красавицы. 2, 3, ёжка горит!